Это интересная вещь, на которую совершенно необходимо обратить внимание. Потому что это положение прямо против, перпендикулярно к представлениям среднего горожания из мегаполиса. А кого мы вообще будем считать победителем в естественном отборе? В том пределу. Сам факт того, что победитель выжил, на самом деле это просто условие, но это не результат. Он должен размножиться. Обязательно. Итак, победителем в естественном отборе считается живое существо, которое выжило и размножилось. Потому что в этом случае его система признаков перенит на дальше. И вот теперь у нас есть возможность посмотреть, как работает вся эта машина. И зачем все это изобретено, как с тем самым? А что в его глазами увидено? Взаимосвязанных садов. Вот они все выжившие. За счет естественного отбора и выжившие за счет в ходе случайной смертности. Вот они выжившие. Все они размножились. А дальше они своим потомкам передадут свою систему признаков или любую? Свою. Свою. То, что не в записанных генах, то не передали. И так дальше работает механизм на следственном стерео. И все, что мы про него теперь знаем. Откопируется ДНК. Будут произведены половые клетки. Будут рождены зиготы, из которых будет формироваться следующее поколение живых организмов. Но будут ли живые организмы точной копией предшествующего поколения? Нет. Нет. Дело в том, что параллельно сработает механизм изменчивости. Вот эта откопированная информация пройдет через фильтр изменчивости. А это значит, что основная система признаков воспроизведена будет, но в нее будут внесены некоторые изменения. Изменения эти будут носить случайные или не случайные характеры? Внимательно подумайте. Это очень важно. Какого сорта будут изменения? Они будут носить случайные или не случайные характеры? Случайные. Случайные, конечно. Дело в том, что пейлины будут только наследственные изменчивости. А все то, чего дали все эти живые существа, три жизни. Вся их приобретенная изменчивость. Будут и перейдут сюда. Нет. Механизма нет. Это все никак не повлияло на краник. А передавить ему краник. В результате, посмотрите, как мы получили картинку. Как у нас идет процесс. Что с ним произошло. Ну, Коль, попробуйте дать астеристику. Цикл. Да, конечно. Процесс замкнулся на цикл. Отсюда мы получаем несколько очень важных выводов. Скажите, пожалуйста, что является минимальной единицей времени для естественного отзыва? Калинга. 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 Вот этот оборот. За этот оборот может произойти одно какое-то событие в этой аварии. Изменение какое-то. А теперь, как работает система? Хорошо, эти ребята выжили, размножились. Передав свою базу, наследственная изменчивость внесла корректировочку. Результаты корректировки мы не знаем, она случайная. При этом, детеныши родилось больше, чем поколение родителей. Чистность возросла. ГПР проявился у нас. Проявился, а что значит? Это значит, между членами этого поколения возникнут вот эти механизмы, которые приведут к борьбе за существование во всех формах. А она, в свою очередь, реализуется естественным отбором в случае смертности. А выжившие в этом уже поколении родители и так далее. В результате, в ходе естественного отбора, про случайную смертность пока не говорим, с ним возникся в основном завтра. Но в ходе естественного отбора, поколение за поколением, какая из системы признаков будет накапливаться? Более выгодная. Для чего? Для данных условий. Давайте попробуем проанализировать само слово «приспособленное». Даже не сильное, но, конечно, очевидно, что в естественном отборе никакой не сильнейший побеждает. Попробуем разобраться, что означает слово «приспособленное». Скажите, пожалуйста, моржи. Это хорошо приспособленное животное? Ну, я это не знаю. Своими условиями. Если я взял моржи, положил его в середине Красной площади, то выяснил, что он крайне плохо к этому приспособлено. А заодно в пустыне Сахара, горея Береста и так далее. Но вот к своим условиям мы приспособлено, но клоиде. Ровно. Таких комиссий не нужно. А мы? Конечно. Мы с вами жуткие капризуры. Мы требуем, наши комиссии требуют строго определенный вариант куржей среды. Поэтому мы редкий, но не единственный случай. Что мы сделали в ходе нашей с вами эволюции? А на это взяли этот вариант куржей среды, а дели на себя. Скажите, пожалуйста, неважно, зимой, летом, осенью, дома, на улице и так далее. От одежды у вас какая температура? Тепленькая. 36. Ну, не 36, но это от 20, зависит от того, кто на улице, от 20 до 35. Какая влажность? Почти 100%. Конечно, у вас же потовые железы есть. Ну, скажите, пожалуйста, какой клиент соответствует таким характеристикам? Тропическим. Как? Вы понимаете, что мы, на самом деле, таскаем на себе кусочек тропинга. И без этого мы обойтись категорически. Обойтись категорически. Если я возьму какого-нибудь представителя идеи совершенства человеческого вида, лучше он заставлю его зимовать в Подмосковье, он очень быстро убедится. Тело-то его, это тело тропическое. Так что, говорить, что человечество живое приспособилось к всему на свете, ну, благодаря биологическому. Ну, мы с вами находимся пока, пока, мы находимся в рамках биологии. А, бактерии? Конкретный вид бактерий, ну, назовите меня, один конкретный вид, который был приспособлен к всему на свете. А, бактерии? Нету таких. Нету таких. Нет никаких бактерий вообще. Существует сотен тысяч принципиально разных органтов. Каждая их форма приспособлена к строго определенному варианту. Точка. Так вот, в диалоге существует термин, существует понятие, которое как раз и будет соответствовать высокой приспособленности к данному варианту условия. Как это звучит? Адаптивность. Адаптация. Не бывает адаптации ко всему на свете. Это деревянная железь. Адаптация возможна только к конкретному варианту. Так вот, есть вариант. И с поколением в поколение, у живых существ, которые здесь летают, что будет происходить со степенью адаптированности? Она будет адаптированность постоянно, она будет возрастать или она будет уменьшаться? Конечно, у жертвы. В чем дело? Более адаптивное, а откуда они берутся? Более адаптивные изменения. Ведь их до этого не было. Откуда со временем произойдут какие-то адаптивные признаки? У предка не было никаких таких признаков, особо приспособленных к жизни в данном условии. Мутация. Но потому что вы живали только кем, кто смог так делать? Мутация. Ребята, что-то непонятно. Мутация – это случайный процесс? Случайный. То есть они могут быть каким угодно. Но, 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 но. Те, которые хорошие, занесутся. Носители абсолютно случайны. Это не потому, что они большие умные добрые. Просто им масть пришла. Вот как-то так. Бывает раздающий, как и везет, расклад пришел хорошим. А бывает отвратительный расклад. В данном случае просто вопрос о том, что тебе досталось в этом наборе. Если оказалось, что реализация вот этого мутантного признака обеспечивает какие-то преимущества вот здесь, то ты пройдешь, естественно, отбор более успешно, чем остальные. А если реализация этого признака, наоборот, снижает твои шансы вот здесь. А наоборот, снижает твои шансы вот здесь. А тогда у тебя просто нет шансов пройти это все это. Поэтому неудачные для данной ситуации варианты мутации будут и передаваться следующие поколения. Будут и отбрасываться. Они отбрасываются вместе с носителем. Это понятно? А удачные именно для данных условий. Будут еще дальше, дальше. Поэтому со временем, что будет происходить со степенью адаптивности живых существ, обитывающих на данной территории? Вот, пожалуйста. Вопрос. Жизнь происходит на нашей планете чертовски давно, миллиарды лет назад. Почему же за это время не возникли бесконечно адаптивные живые существа? Там кто-то входит. Ну, конечно. Мы живем в изменчивом мире. Сотнюю, тысячу поколений происходила наработка адаптаций к определенным условиям. Ура, создали почти, почти, вот чуть-чуть до совершенной адаптации условия бабаков и уехали. И что делать, естественно, отбор? Менять направление. В изменившиеся условия, получение этот набор призников оказывается самым выбором. На новую систему призников. А потом еще на новую. Поэтому никаких таких бесконечно адаптивных, бесконечно совершенных живых существ произойти не может. Любая адаптация всегда будет носить ограниченный характер. То есть это бывает чертовски полезное приспособление, но где-то всегда будет друг, где-то всегда будет проживание. Ну вот возьмем всякие биохимические адаптации. Это самое частое, самое на самом деле очень красивое. Но с ними сложно возиться. Давайте возьмем простые, хорошо понятные, наблюдаемые главные вещи. Ну вот есть такой пицца, 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 пицца. А трусака он чем отличается? А у меня и зимний пинкер, когда отрастает зимний вариант мер, он отрастает другого цвета. Летом этот заяц, мог его называть селенький, хотя он, конечно, не серый. А не зависит от температуры? Нет, никак не зависит. Нет, он буроватый. Ну он буроватый, ведь он скорее бурый. Но в слоевских языках было такое слово «бусить». Сейчас оно из современного русского исчезло. Как раз для определения цвета заячьего меха, волчьего меха, бусить. С этим термином, кстати, одна интересная история связана. Руслана и Людмила у Кушкина читали? Помните там видения, у кого лет двух зубчатых, и тогда же, и тогда же. Да, тогда приносили сучки. И помните там, в темнице там царевна душат, а что? Ворота волков. Вы ворота волков, видите как вы видите? Нет. Причем, в одном из изданий Кушкина, еще по-моему, это эволюционно, вообще очень интересно написано. А боссы, волк, ей верно служит. Вы представляете себя, обутав волком, не как служновато. Это уже будет ход в сапогах, другая история совсем. В чем дело? А дело в том, что в руку писью у Кушкина, вообще, черным по-русскому, написано, боссы, волк, ей верно служит. Кушкин использует уже в его времена устаревающие термин, которые специально в языке использовались для описания этого цвета. Но уже ко времени, в середине 19 века, большинство городского населения, для них термин оказался бессмысленным. Поэтому при Нагоре, ну, старались заменить чем-то более осмысленным. Отсюда Борый появился, отсюда Борсойву появился. Борый как-то. Хотя, исход он, конечно, бурный. Может быть, нужно было оставить тогда это слово? Да, оставить и дать сноску. Ну, конечно, как это, в принципе, делается. Указать значение термина где-то внизу. Так, ну ладно. Итак, возвращаемся к заяцамбелякам. Летом они пусы, ну, то есть, серовато-буроватые такие, мастеровочная отраска, где зубочек не видны. Осенью, что с ними происходит? Они полиняют. Они полиняют. Какое место на них вырастет? Белое. Совершенно белое. Отсюда название, заяцамбеляют. Старичная линия, когда пройдет? Весной. Весной. Вылезет в клочвей белый мир, и на его месте какое вырастет? Зеленого мусорья. Да, конечно. Вообще, в наших условиях, в Средней России, выходный признак? Ну, конечно. Да, конечно. Мастеровочная окраска и зимой, и летом. Очень трудно. Но, скажите, пожалуйста, у нас из года в год в один и тот же день всегда выпадает снег? Нет, нет. Понятно, что бывает ранняя зима, понятно, что бывает поздняя зима. Махнула поздняя зима. А скажи, пожалуйста, а линьку у заяца? То есть заяц сидит и думает, пока еще линять рано, снег не будет. А время на длине светового дня? Линька, время линьки задается длиной светового дня, который совершенно правильно. То есть подошло время, и линька произошла, когда произошло. Берем два случая. Поздняя зима. То есть в ноябре прошел снега нет, в декабре прошел снега нет, и где-то в начале января снег выпал. В середине как на снег. Так, но а заяц-то уже озенил. В результате, что мы имеем? Мы имеем безлиственный вес, в котором разочный просматривался звереком, по которому бегает абсолютно белый зверек. Это устромное состояние. Для рукок съездки. Ну, конечно. Так что, в принципе, очень выгодный признак, да? В нитрохвариатах дает не выигрыш, а проигрыш. Или такие насекомые-палочники. Я думаю, палочники, многие себе представляют, такие длинные. Ну, а пока они болеют. Потрясающе маскируются по форме ветра. С одним длинным палочником. Даже у меня такое не было, произошло. В экзотариуме в зоопарке в Гайверах стоял контейнер. Я знал, что в нем сидит шесть палочников. Это был крупный ветвь, сантиметров 15. Вот такие монстры. Я 20 минут вот так вот лазил вокруг этой стеклянной коробки, но насчитал только пять. Причем пятого я умудрился рассмотреть в самом конце двадцатого метра. Сначала я там более-менее взглядел одного. На следующего у меня ушло семь минут поиска. Ребята, вся коробка вот такого отмирна. Еще раз говорю, насекомые вот такие. Красненькие? А что это нет? Блокоричные. А там получалось, что они изделие? То есть они отлично замаскированы. То есть одного я так не нашел. А одного я так не нашел. А там, может, когда сам не было ветра, а все были на нем? Да я самые разные варианты рассматривал, так и не увидел. Вот как-то он умудрился такую позу принять, что опознать днем насекомое оказалось совершенно невозможным. Ветка идет. И делитесь. Но уже там ветки не было. Хорошо. И вот такая маскировка на самом деле дополняется еще и изменением поведения очень важно. Ну, представьте, палочник сидит где-нибудь на ветке пустая или дерево, а подумал ветер. И что ветки начинают делать? Качаться. Не сильно ветер качаться. Нормально ветер, ветки начинают качаться. Если палочник останется совсем неподвижным, смотрите, все остальные ветки друг от друга смещаются, а один участок движется строго вместе с стальной веткой. Вот в этом случае он окажется замаскированным или демаскированным? Демаскированным. Да, сразу не обратишь внимания. Поэтому у него есть маскирующий поведенческий эффект. Как только ветка закачалась, палочник сам начинает качаться. Но этот рефлекс запаздывающий. Поэтому картинка выглядит так. Думал ветер, ветки стали качаться. А палочник, палочник, примерно секунды на полторы запоздал. А потом ветка перестала качаться. А палочник еще полторы секунды качается. Вот во времена этих запаздываний, палочник замаскированным или демаскированным, посмотрите, даже такая совершеннейшая адаптация все равно своей прокуройной кожи. Надо еще посмотреть, чтобы потрясить веточку. Ага, а еще на палку можно или гранату бросить. Нет, тогда не погибнет. Вот мы немножко с вами разобрались с моделью естественного отбора, с моделью эволюционного процесса и разобрали основные механизмы.